Если каждый из нас будет задавать вопросы, что ждать, что будет, особенно с детским кино в нашей стране, можно вообще, в принципе, ничего не делать. И большинство людей, которые сегодня пришли, я думаю, что они ничего делать не будут. Это совершенно понятно. Знаете, безумству храбрых поем мы песню. Дело в том, что для того, чтобы что-то сдвинулось, я уже тут говорила, нужно пробивать головой стену. Потому что удивительно, знаете, это вот как сказка, руссконародные сказки, когда тысячи людей в течение веков боролись с чудищем страшным, с драконом. И все молодцы, которые отправлялись побеждать дракона, сами превращались в драконом, как вы помните. Вот у меня ощущение такое, что все люди, которые из народа идут в депутаты, они превращаются вот в этих чудищ, и очень быстро забывают, что необходимо именно тем людям, а в данной ситуации детям просто, ну это маленькие еще люди, которые должны понимать, что жизнь является возможностью, жизнь прекрасна, жизнь неуродлива. Потому что дети испытывают страшные, колоссальные стрессы. Мы уже говорили о количестве самоубийств в нашей стране. К сожалению, статистика действительно чудовищная. Абсолютно. Потому что кино – это визуализация наших идей, наших мечт, и всего самого прекрасного, что существует в наших головах. Именно прекрасного, а не ужасного. Поэтому что будет, ну послушайте, время покажет, это правда. Вот то, что нужно объединиться и ходить, как всегда, по инстанциям, это реалии, по-моему, нашего времени, нашей страны. Так было всегда. Хотя удивительно, во времена Советского Союза все было гораздо проще. Не потому, что там куча людей родилась. Но так была устроена система власти, что на это нацелено было государство. Пусть это была показуха, пусть это был популизм. Мне абсолютно не важно. Для достижения прекрасной цели средства вот эти были очень хороши. Была идея, была идеология, семейные ценности. Не важно, кто их как и нарушал. Но большинство людей в это верило. И они стратегически по-другому строили свои семьи. И по-другому относились к своим детям. Как только система идейная была разрушена, мы, собственно говоря, получили то, что мы получили на сегодняшний день. И опять, каждый раз я удивляюсь, и опять разрушив полностью систему, мы пытаемся что-то восстановить, изобретая какое-то косое, кривое, уродливое колесо, отодрав от роскошной повозки идеально сделанный механизм, который эту повозку, карету вез. И получается, что наши дети, нет, это может быть неплохо. Может быть, они будут и понимать частично нас, я обобщаю. Они могут смотреть только те фильмы, на которых выросли мы. Сколько можно показывать Золушку с ЖМО? Столько, сколько нужно. И так далее, и тому подобное. Фильмы я могу перечислять, но ведь ничего нового, знакового не снято по той простой причине, что это уничтожена просто, вот знаете, система зачистки. Что зачистили? Зачистили детское кино. Вот и всё. Но можно долго об этом говорить, я предпочитаю что-то делать, я считаю, что действительно, если мы объединим усилия, если мы застрянем в зубах у чиновников, и вот мы будем к ним ходить, каждый, знаете, человек, который сидит в приёмной, говорит, как вы опять пришли? Я говорю, конечно, это теперь моя работа. Наступит момент, когда вот этот некий безымянный чиновник, как любит говорить журналисты, скажет, слушай, Вася, ты меня достал, заходи. Не решил проблему опять сидеть в кабинете. Поэтому, вы понимаете, средства, к сожалению, вот такие, вызывать к разуму, мне кажется, бессмысленно. Там, где деньги, там, где деньги очень сложно бороться, потому что медные трубы, а в них входят деньги, мало кто выдерживает. Вот если бы депутаты всё-таки получали такие зарплаты, как люди, которые делают детское кино, как среднестатистический россиянин, понимаете, вот тогда они бы находились в том состоянии, вот как мы, как волонтёры такие, я пришёл во власть, чтобы решить проблему народа. А когда человек борется в любом случае за то, чтобы получать зарплату почти в полмиллиона рублей, ну, собственно говоря, на 6 лет ему обеспечено. И эти деньги, и пенсии, и всё. Ему не нужно бороться за идею, ему не нужно ничего улучшать. Этот человек приходит для того, чтобы удержаться и, опять же, не продвигать, а так вот затихнуть, и сказать, ребята, не надо колыхать пространство. Вот и всё. А всё, что происходит, конечно, всегда есть исключение, и всегда есть люди-локомотивы, за которым идёт состав.